Стоит опасаться тех, кто намеренно стремится к власти, считает Антон Ульянов. Новый председатель Саровской думы признался журналистам, что не ставил перед собой цели занять руководящее кресло. И ссылаясь на слова Никиты Михалкова, обозначил власть как тяжкий крест. И тот, кто жаждет власти, не несет этот крест, а лишь преследует личные интересы. Я за каждой должностью не гнался. Туда, куда я попадал, везде получалось так, что вот как-то меня кто-то предлагал и поддерживал. А я не пытался цепляться и завоевать чего-то новое. В 2015 году Антона Ульянова избрали депутатом шестого созыва думы. И через два года он стал зампредом, а в седьмом созыве председателем. И хотя теперь руководитель думы в Сарове не является главой города, его ответственность от этого не становится меньше. Город перешел на одноглавую систему управления, но администрации и мэр остаются подотчетными думе. Городская дума не ушла в подчинение главе города. И городская дума, это как представительный орган власти, он все равно стоит особняком. Депутаты – это представители людей. Все равно городская дума остается в этом статусе и ничего не теряет. В седьмом созыве работа думы неизбежно изменится, уверен Антон Ульянов. И дело не только в том, что к власти пришли новые люди. Свои условия диктует и пандемия. Уже два заседания депутаты провели дистанционно. Удаленный формат работы нужно развивать и дальше, постепенно улучшая его. Нам нужно переходить к формату прямого диалога. Это режимы ВКС. Это когда человек может уехать в отпуск и, тем не менее, принимать участие, например, в работе думы. Где-нибудь с пляжа, например. Или не снимая горные лыжи, он где-то будет участвовать в заседании и иметь возможность проголосовать. Рассказал новый председатель и о городских проектах. В частности, о создании в Сарове национального центра математики и физики и филиала МГУ имени Ломоносова. По словам Антона Ульянова, пока много вопросов. Как и где расположатся учебные корпуса и академгородок. И как именно будет организована новая федеральная территория, статус которой должен приобрести Саров. Но ответы на них будут получены уже в ближайшее время. Данным же соответствующее распоряжение правительству, полетели телеграммы, забегли люди, готовятся документы. Университет готовит преподавателей. И все это будет в рамках того, что в городе будет, город станет федеральной территорией. Не обошел вниманием Антон Ульянов и вопрос концессии Горводоканала. На днях глава города Алексей Сафонов сообщил в своем инстаграме, что он отменил все постановления, касающиеся этого процесса. Председатель Думы уверен, что это взвешенное решение, которое повлечет за собой дальнейшее изучение вопроса. Нынешний глава, понимая, что эта тема, концессия, она идет на 20 лет вперед. И начинать ее, имея какие-то нерешенные вопросы, какие-то подводные камни, запускать ее нельзя. То есть, чтобы она и юридически не была потом оспорена, чтобы этот проект был действительно... Он сложный, он очень сложный, конечно, был реализован. Начинать ее с какими-то нерешенными внутренними нестыковками, с вопросами от прокуратуры или еще бы кого-то ни было, невозможно. Сети водоснабжения и водоотведения нуждаются в реконструкции. Консессия – один из инструментов для решения этого вопроса. Но далеко не единственный, подчеркнул Антон Ульянов. Депутаты и администрация в новом году продолжат обсуждать ситуацию с Горводоканалом.